Первый вопрос, который сегодня обсудили городские депутаты, касался внесения изменений в решении Думы о бюджете Полевского городского округа на 2012 год. Заместитель главы по экономике и стратегическому развитию Алифтина Кузнецова проинформировала народных избранников о том, что с 2012 года на территории Полевского городского округа предусмотрена процедура возврата денежных средств за капитальный ремонт аварийных объектов. На эти цели в местном бюджете было запланировано порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Летом был произведен ремонт в южной части объекта 2-й микрорайон между домами 5 и 6. На эти цели было затрачено, соответственно, справки выполненных работ 1 миллион 338 тысяч 700 рублей. В это же время было выявлено еще два аварийных участка по улице Карла Маркса и Челюскинцев. Согласно справке выполненных работ на ремонт этих двух объектов ушло чуть больше 800 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма возврата за капитальный ремонт составила почти 2 миллиона 200 тысяч рублей. У юриста Думы Полевского городского округа Виктории Янно свои доводы по этому вопросу. В случае, если аварийная ситуация на линейных сооружениях повлекла за собой необходимость незамедлительного проведения капремонта линейных сооружений, арендат должен подать заявление в комиссию о незамедлительном проведении капремонта с указанием сроков проведения. Комиссия проводит обследование, результат которого муниципальное учреждение управления городского хозяйства Полевского городского округа составляет акт осмотра технического состояния. Ну и дальше идет целая процедура, что должно было пройти после того, как возможно было бы заключение оплатить этот ремонт, либо не оплачивать. Первый заместитель главы администрации Полевского городского округа Александр Ковалев добавил лишь, что все договора на выполнение капитального ремонта данных аварийных объектов имеются. В случае необходимости недостающие документы в ближайшее время будут направлены в Думу. Мнения депутатов по данному вопросу разошлись. Сами пытались администрацию, ну по крайней мере, содействовать и помогать, и сами ездили по ремонту, по аварийной. Все помнят, какая ситуация была с ступенцем на прошлом году, поэтому я предлагаю голосовать конкретно по этому вопросу. Капитальный ремонт фигурирует, насколько я понял, из документов, хоть он и аварийно всплыл, как-то так, да, но на два момента хотел бы обратить внимание. У нас, во-первых, совершенно несовершенное положение, которое сейчас есть, но оно, сейчас оно у нас принято, и документы оформлены с нарушением этого положения. Это один момент. А второй момент, по теплоснабжению у нас затраты на капремонт включены, должны быть в тариф по закону. Поэтому мы не должны на капремонт, на сети теплоснабжения выделять средства. Следующий вопрос, который сегодня обсудили народные избранники, это вопрос предоставления за счет местного бюджета социальных выплат молодым семьям. Заместитель главы по социальным вопросам Нонна Сидельникова сообщила, что согласно гарантийному письму, Министерство физкультуры, туризма и молодежной политики Свердловской области настоятельно рекомендует за счет собственных средств в размере 2 миллионов рублей произвести социальные выплаты. Бюджет вынужден будет потратить 2 миллиона рублей целиком, даже 2 с лишним больше. Почему получилось 2 с лишним больше? Потому что существуют определенные правила исчисления, как бы все эти социальные выплаты на каждую семью. Поэтому чуть-чуть сумма будет больше, чем 2 миллиона. Но при этом результата, которую мы ставили, цель, которую мы перед собой ставили при выполнении данной программы, мы не получим. То есть у нас 4 семьи получили на сегодняшний момент уже эту выплату социальную, и 2 семьи получат, если будет принято положительное решение. Итого 6 семей. А денег мы затратим больше. Одним из основных вопросов, которые требуют сегодня безотлагательного решения, это вопрос оплаты за подключение к системе коммунальной инфраструктуры. Напомним, что последние 2 года на территории Полевского городского округа оплата за подключение к системе водоснабжения и канализации применительно к вновь строящимся объектам была полностью отменена. Официально один вариант – это брать свои деньги от компании, достраивать эти 2 объекта, что с каждым годом все сложнее и сложнее таких объектов при той реконструкции завода, которая происходит. Их нет. Второй вариант – это вхождение в инвестиционную программу, утвержденную правительством области ИРЭКом, на реконструкцию этих объектов социально значимых за счет, во-первых, надбавки инвестиционным тарифам, и второе – надбавка, значит, точнее, утверждения платы за технологическое присоединение, раз такое мероприятие в стране осуществлено. Этот вопрос хотелось бы решать все-таки как можно быстрее и эффективнее. У нас получается, что объекты, которые строятся городом, это тоже в основном, получается, дома, жилые дома. Это, естественно, в первую очередь для детей, военных, инвалидов, переселенцев, те, улучшения жилья так, и получается, что вот эта инвестиционная программа, она не выполняется. Александр Ковалев пояснил, что в случае оплаты за подключение к системе коммунальной инфраструктуры стоимость квадратного метра жилья вырастет в разы. В таком случае Владимир Широков посоветовал местной администрации взять все расходы по оплате за подключение на себя. По предварительным расчетам подключение только двух домов по улице Ленина обойдутся местному бюджету как минимум в миллион. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.